Наша сегодняшняя тема – это аксиома фундирования, она же аксиома регулярности. В своем докладе я пойду не везде точно по тексту, но основную структуру я сохранила. Я начну с общих пояснений по поводу того, зачем нужна эта аксиома и какой ее смысл аксиомы фундирования тесно связан с предыдущим докладом, который у нас был по статье «Голоса» по поводу итеративной концепции множеств. А именно идея, состоящая за аксиомой фундирования, заключается в том, что множество не даются у нас в готовом виде, а конструируются путем последовательного применения конечного числа операций. Поэтому у каждого множества должен быть некоторый базис, то есть хотя бы один элемент, с которого начинается этот процесс конструирования. А сам процесс должен быть разбит на последовательные шаги. Мы помним, что у «Голоса» все описывалось подобным же образом, и эти шаги там назывались стадии. Здесь они называются слоями. И, соответственно, множество, которые получаются в результате такого процесса, как бы наслаиваются друг на друга, как можно метафорически описать их, как слои в дуковице. И эти слои следуют друг за другом вполне упорядоченным образом. Так что множество из определенного слоя может включать в качестве элементов только множество из предыдущих слоев. Ну, сразу по поводу независимости аксиомы фундирования. В книжке сказано, что в системе аксиом 1.8, то есть в системе аксиом всех предыдущих, которые мы рассмотрели, вместе с аксиомой выбора, невозможно вывести даже то утверждение, что они существуют в множество, принадлежащее само себе. А аксиома фундирования влечет и отрицание существования такого множества, и также пары множеств принадлежащих друг другу, и любой более длинной петли таких множеств, последовательно принадлежащих друг другу. И таким образом избегается парадокс Рассела и все подобные по структуре парадокса. Все хорошо? Слышно, да? Слышно, да. Продолжаю. Формулировки аксиомы фундирования могут быть различными. Авторы книжки в качестве основной формулировки избирают аксиомную схему 9, как они ее называют, которая гласит, что если есть некоторый элемент x, выполняющий условие b от x, то есть минимальный элемент u, выполняющий это условие. То есть u выполняет b от x, и никакой из его элементов не выполняет b от x. Вот ниже это записано в символическом виде, это скопировано из книжки. Авторы говорят, что они выбирают в качестве основной формулировки аксиомную схему, потому что во многих случаях она может применяться напрямую, тогда как другие аксиомные схемы или аксиомы, заменяющие ее, только косвенно могут применяться. Значит, эквивалентная формулировка, которая называется в книжке аксиома и индукции, хотя это, конечно, не аксиома, а аксиомная схема. Гласить, что если условие b от x таково, что когда все элементы u выполняет b от x, само u также выполняет это условие, то всякое множество выполняет b от x. Эту формулировку можно получить из аксиомной схемы 9 путем замены условия b от x на отрицание b от x и контрапозиции получившегося утверждения. Значит, следующая формулировка аксиомы, они ее называют аксиома 9 со звездочкой, и получается из аксиомной схемы 9 путем замены условия b от x на x принадлежит y. И она... ...то в y имеется такой элемент u, что пересечение u с y дает пустое множество. Мы помним, что именно эта формулировка использовалась у голоса. Авторы книжки говорят, что существуют доказательства, если они ссылаются на Йоделя и Бернайса, того, что в этой формулировке 9 со звездочкой влечет аксиомную схему 9, и таким образом аксиомная схема 9, эквивалентно одиночной аксиоме 9 со звездочкой, может быть, заменена ею. И последняя формулировка. Они ее не называют аксиомой, поэтому я просто написала. Тезис 9 с двумя звездочками. То, что он следует из аксиомы 9 с одной звездочкой, доказывается от противного. В книжке проводятся доказательства. Тезис гласит, что не существует такой последовательности 1, 2, 3 и так далее, что для всякого и больше либо равного единицы S и плюс 1 принадлежит S и того. То есть, если словами объяснить, что здесь сказано, не существует бесконечно убывающих последовательностей множеств, принадлежащих друг другу. В обратную сторону тезис 9 со звездочкой может быть доказан с тезиса 9 двумя звездочками, прошу прощения, аксиома 9 со звездочкой может быть доказана с тезиса 9 двумя звездочками с использованием аксиомы выбора. И таким образом в ZFC, но не в ZF, 9 со звездочками, с двумя звездочками, не эквивалентно 9 со звездочкой, и, следовательно, эквивалентно также аксиомной схеме 9. Следующая большая тема – это связь аксиомы выбора с теорией ординала. Напомню, что порядковое число или ординал обычно описывается как порядковый тип вполне упорядоченного множества. Пока что у нас не введено непорядковых типов, ни понятия вполне упорядоченных. Ну, то есть, да, мы не используем понятия вполне упорядоченных множеств, так что не очень понятно, что сказано. Поэтому для пояснения можно просто сказать, что понятие ординала является одним из обобщений понятия натурального числа. Авторы говорят, что существуют разные способы определения ординала. В частности, порядковые типы могут вводиться в теорию множеств в качестве примитива. Тогда, во-первых, нам нужно определить, ну, то есть, ввести в объектный язык символ, первопорядковый тип пары из А и Р, где А – это множество, упорядоченное отношение Р. Например, вот такой вот символ, значит, где пара А и Р надчеркивается сверху. И, во-вторых, нам нужно ввести соответствующую аксиому, которая, собственно, и отвечает за то, чтобы понятие порядкового типа имело тот смысл, который мы хотим. А именно, вот я эту аксиому обозначила как звездочка, потому что она нам еще понадобится. Значит, она гласит, что порядковый тип пары А, Р равен порядковому типу пары Б, С, если и только если упорядоченные множества А, Р и Б, С подобны. Понятие подобия формальное. Авторы его не приводят, но отсылают за ним к книжке Супбиса. Я посмотрела в этой книжке. Понятие подобия определяется как существование взаимно-однозначного соответствия Ф между парами А, Р и Б, С. Вот, он использует большие буквы, но суть от этого не меняется. Такого, что областью определения Ф является А, областью значения Б, и для всяких Х, У, принадлежащих А, верно, что Х состоит в отношении Р к У, если и только если Ф от Х состоит в отношении С к Ф от У. После этого, после того, как мы так ввели понятие порядкового типа, нам остается только определить ординалы как порядковые типы таких пар А, Р, что Р является вполне упорядоченным. И также есть способ определения ординала через понятие транзитивного множества. Ну, поскольку как-то обычно стремятся минимизировать количество кримитивных символов, понятно, что такое определение может быть с некоторой точки зрения предпочтительным. Так вот, значит, транзитивное множество определяется так, множество называется множество транзитивным, если каждый элемент Х есть подмножество Х. То есть, если все элементы элементов Х являются элементами самого Х. Вот символическая запись, множество суммы Х включено или совпадает с множеством Х. И далее мы определяем ординал. Множество Х называется ординалом, если Х транзитивно, и отношение включения вполне упорядочивает Х. То есть, в этом определении требуется, во-первых, чтобы Х было транзитивным, во-вторых, чтобы для всех У, принадлежащих Х, было верно, что У не принадлежит само себе. В-третьих, чтобы для всех У, В и В, принадлежащих Х, было верно, что если У принадлежит В, а В принадлежит В, то У принадлежит В. И в-четвертых, чтобы каждое непустое подмножество З из Х имело такой элемент У, что У принадлежит В для всякого элемента В из З, отличного от У. Авторы указывают, что известно определенное определение ординала по фон Нейману, и также их определяет какой-то на момент описания книжки неопубликованной работе Цимела, таково, что каждый ординал у них является буквально множеством всех меньших ординалов. Таким образом, в этих ординалах отношение меньше совпадает с отношением принадлежностей. То есть альфа меньше бета, альфа и бета ординалы, в том и только в том случае, когда альфа принадлежит бета. Авторы приводят некоторые свойства. Я их вот тоже выписала, хотя эти свойства потом не используются далее. Здесь альфа, бета и гамма ординалов. Первое свойство, что никакой ординал не принадлежит самому себе. Второе, что если какой-то ординал меньше другого ординала, и этот ординал меньше еще другого ординала, то первый ординал меньше третьих. То есть это снизу в облачном понимании. Дальше. Если у меньше альфа, то у тоже ординал. Следующее свойство, если у включено в альфа и у транзитивно, то у принадлежит альфа и, соответственно, по третьему свойству у ординал. И следующее свойство, если ординал альфа меньше ординала бета, точнее, всегда или ординал альфа меньше ординала бета, или ординал альфа равен ординалу бета, или ординал бета меньше ординала альфа. То есть отношение меньше является полным порядком. Любые два элемента, можно сказать, как они соотносятся друг с другом. Значит, шестое свойство. Если альфа выполняет какое-то условие bx, то существует наименьший ординал бета, выполняющий bx. То есть, во-первых, бета выполняет bx, и, во-вторых, никакой гамма, принадлежащая или уменьшая бета, не выполняет bx. Седьмое свойство. Для всякого вполне порядочного множества ar существует единственный ординал альфа порядкового числа ar. такой, что ar подобно альфа и отношение включения по альфа, где отношение включения по альфа есть множество упорядоченных пар, из бета гамма, таких, что бета меньше гамма, меньше альфа. И последнее свойство, которое приводится, это то, что все или не являются ординалами, влечет, что множество сумма этого множества также являются ординалами. На ординалах определяется очень важный принцип, принцип трансфенитной индукции, он иногда называется принципом рекуссии, мне это название больше нравится, который используется для определения функции на ординалах. Он гласит, что для каждой функции g, определенной на классе всех множеств, существует некоторая, и при том единственная функция f, определенная на классе ординалов, такая, что для всякого ординала альфа выполняется следующее условие. Вот оно записано. f от альфа равняется g от ограничения f по альфа, так читается в этой записи, где ограничение f по альфа означает множество упорядоченных пар из бета и f от бета, таких, что бета меньше альфа. Я не сразу и не очень уверенно разобралась в том, как вообще, как работает этот принцип трансфенитной рекуссии, поэтому вот то, что я скажу следующим, может содержать какие-то ошибки, я буду благодарна, если потом мне на них укажут, если они там есть. Так вот, как я поняла, принцип трансфенитной рекуссии доказывается путем предъявления соответствующей функции, построенной согласно определенному методу, который также называется методом трансфенитной рекуссии, и демонстрация единственной этой функции. Метод состоит в том, что мы сначала развиваем задачу на два случая. Первый случай – это когда альфа у нас конечный ординал, и второй – это альфа предельный ординал. Для случая один мы строим ряд ординалов от нуля до альфа минус первого, и для каждого члена ряда определяем значение функции f в следующем образом. f от нуля у нас будет равняться g от пустого множества, потому что в этом случае ряд ординалов у нас будет пустым. f от единицы будет равняться g от f, ограниченный по нулевому ординалу. f от 2 у нас будет равняться g от f, ограниченному по первому ординалу. То есть таким образом у нас функция, значение функции определяется рекурсивно для всех фенитных ординалов. Для предельного ординала омега мы не можем определить его так, потому что мы не знаем, чему равняется значение функции в случае ординала предшествующего омега, потому что такого ординала нет. И поэтому мы задаем функцию f от альфа в случае предельного ординала как предел функции g от f, ограниченного по бета, при бета меньше альфа. То есть бета все время увеличивается. Мы находим предел значения функции при таком увеличивающемся бета и приравниваем значение функции омега к этому пределу. И все это мы можем сделать только потому, что согласно аксиоме замещения, ограничение f по альфа всегда является множеством, а по условию функция g у нас определена на классе всех множеств. Следующая тема – это вполне фундированные множества. то есть мы говорили вот в начале, когда мы говорили о смысле аксиома фундирования, мы говорили, что множество конструируется последовательно по слоям. И таким образом множество могут быть не какими угодно, а только состоящими из элементов, принадлежащих к предыдущим слоям. Вот такие множества такой структуры называются вполне фундированными. Но для того, чтобы дать им формальное определение, нам требуется метод трансферминатной рекурсии. Мы с помощью этого метода определяем функцию r от альфа на ординалах, равную, значит, множество сумма всех гулянов r от бета при бета меньшем альфа. Значит, смысл состоит в том, что аргументами этой функции являются… А значениями этой функции являются множества, составляющие каждый слой. То есть r от нуля равняется пустому множеству, r от единицы равняется гуляну от r от нуля, то есть гуляну пустому множеству, то есть синглитону, содержащему пустое множество. r от двух равняется гуляну от r от нуля и в объединении с гуляном от r от единицы, пустому множеству и синглитону пустому множеству и так далее. Значит, авторы приводят некоторые свойства функции r. Здесь альфа и бета – это ординалы. Во-первых, множество r от альфа транзитивно. Во-вторых, если бета меньше альфа, то r от альфа принадлежит r от альфа, и r от бета включено, либо совпадает с r от альфа. И последнее свойство – y принадлежит какому-то r от альфа, если и только y является подмножеством какого-то r от альфа. И теперь мы можем определить вполне фундированное множество. Множество называется вполне фундированным, если оно принадлежит или является подмножеством r от альфа для некоторого ординала альфа. Вполне фундированных множеств есть свойство, которое называется рангом. Рангом ρ от x, вполне фундированного множества x, называется наименьший ординал бета такой, что x включено или совпадает с r от бета. То есть, проще говоря, ранг – это наименьший номер слоя, на котором может быть образовано множество x. Также приводятся некоторые свойства вполне фундированных множеств для лучшего их понимания. ранг множества x меньше либо равен альфа, если и только если множество x включено, либо совпадает с r от альфа. Второе свойство – ранг x меньше, если и только если x принадлежит r от альфа. Третье свойство – y принадлежит x. если y принадлежит r от альфа не фундировано, и ранг y меньше ранга x. И четвертое свойство – все элементы множества z вполне фундированы, влечет то, что z тоже вполне фундировано. Мы видим, что все эти свойства в содержательном виде обсуждались также еще у голоса. и, наконец, новую формулировку аксиома фундирования с использованием понятия вполне фундированного множества, а именно то, что все множества являются вполне фундированными. Дальнейший дальнейший материал, который дают авторы в этом разделе, он уже не настолько необходим именно для обсуждения аксиомы фундирования, для ее формулировки, понимания ее смысла, сколько для понимания того, какое значение она имеет для математики. Значит, вот они выделяют ее значение для определения кардиналов и типов множеств. Напомню, что кардинальное число, кардинал, это отчисленная характеристика мощности множества. Это такое нестрогое высказывание, но соответствует сути. кардинальные числа, как и ординалы, являются трансфинитными, но их меньше, чем ординалы, поскольку, ну точнее, кардинальные числа, как и ординалы, являются расширением натуральных чисел, но при этом их меньше ординалов, поскольку для трансфинитных чисел в соответствии между Ими одно многозначное. То есть одному кардиналу соответствует множество, больше одного ординала. Так, в то время как все счетные множества описываются одним кардинальным числом, равным алиф ноль, число счетных ординалов бесконечно великое, притом несчетное. Это пояснение не из книжки. Значит, авторы книги говорят, что как и ординалы, кардиналы могут определяться по-разному. И простейший способ определения кардинала – это определить его как множество всех, множество равномерно. Они говорят, что Фреги и Рассел пользовались этим определением. Также оно встречается у Клайна. Однако, в использованной здесь системе Аксиом мы не всегда можем быть уверены, что такое множество существует. Например, если бы существовало множество всех синглитонов W, то множество суммы W было бы множеством всех множеств вообще, что противоречит теореме 6, которая говорит, что множества всех множеств не бывает. Поэтому такой способ определения кардиналов не может быть использован. Авторы говорят, что существует другой способ, а именно кардинал можно определить как конкретное множество равномочное данному, но только если у нас есть способ однозначного выбора этого множества. Такой способ у нас есть, говорят они. Этим способом может быть выбор по порядку среди ординалов. И тогда мы определяем кардинал так. Множество А называется кардиналом, если А – ординал, который неравномочен никакому меньшему ординалу. И тогда кардинальность Х обозначается вот так двумя вертикальными чертами, определяется как единственный кардинал, равномочный с Х. То есть кардинал – это наименьший ординал с атомной мощностью. Авторы говорят, что используем ли мы этот способ определения кардинала или любой другой, мы должны быть способны с помощью нашего определения доказать вот такое убеждение. Я его обозначила как две звездочки, потому что тоже буду ссылаться на него в дальнейшем. Что значит кардинальность Х равна кардинальности У, если только если множество Х и У равномочны. Ну, собственно, если такое утверждение мы не можем доказать, то это значит, что наше определение понятия кардинала не соответствует тому смыслу, который мы хотели бы в него вложить. Также они говорят, авторы, об определении порядкового типа множества. Когда мы говорили об ординалах, мы говорили, что ординал представляет собой порядковый тип вполне упорядоченного множества. Так вот, порядковым типом вообще какого-то упорядоченного множества называется множество, которое состоит из всех упорядоченных множеств, состоящих из кардинальности А и отношения С, подобных АР. Ну, тут также приводится определение по морфу, что порядковый тип АР является подможеством декартового произведения и определение из Синглитона кардинала А на кардинала А. Ну, я, честно сказать, не очень вдумывалась в эту формулировку, поскольку само определение, кажется, понятно. И, как указывают авторы, из этого определения легко выводится свойство звездочка, то есть то, которое мы вот здесь, оно предлагалось вводить его в качестве аксиомы. Значит, теперь мы можем его вывести как теорему. И таким образом, а, да, оно выводится, но только если использовать аксиомы выбора, чтобы доказать, что для всякого множества А существует кардинал А. Значит, и согласно этому определению, ардинал не будет порядковым типом. Но если мы хотим, чтобы ардиналы считались порядковыми типами, мы можем идентифицировать определение таким образом. Порядковым типом упорядоченного множества АР называется ардинал АР, если АР вполне упорядочено, а в ином случае множество, которое состоит из всех упорядоченных множеств АС, подобных АР. Ну вот, мы определили кардинал. Авторы дают пояснение, что когда говорится без уточнения, что множество АР является порядковым типом, это означает, что существует упорядоченное множество, порядковым типом которого является АР. И вроде все хорошо, но авторы указывают на то, что и в определении кардинала, и в определении порядкового типа используется аксиома выбора. Вот, честно сказать, мне осталось не вполне понятно, где именно она используется в определении кардинала. Единственная версия у меня, что это вот здесь, когда мы выбираем то множество, которое мы считаем ардиналом, исходя из порядка. Я не вижу, зачем здесь необходима аксиома выбора, но тем не менее, значит, при определении порядкового типа точно она необходима, вот об этом написано. И таким образом, если мы хотим обходиться системой ЗФ, а не ЗФЦ, то данные определения кардиналов с упорядковым типом нам недоступны. Поэтому авторы предлагают альтернативу, а именно определение с использованием аксиомы фундирования. Для этого они предлагают считать, что у нас имеется совокупность множеств, удовлетворяющих некоторому условию BX. Далее вводится отношение эквивалентности. Вот такое. Этот символ означает вообще-то асимпатическое равенство, но понятно, что здесь к асимпатическому равенству отношение не имеет, поэтому я не знаю, как его читать. Я буду говорить просто об эквивалентности. И задаются свойства этого отношения, а именно рефлексивность, что всякая X эквивалентность, симметричность, что если X эквивалентна Y, то Y эквивалентна X. И транзитивность. Если X эквивалентна Y и Y эквивалентна Z, то X эквивалентна Z. Нам нужно определить тип вот такой вот эквивалентности, по тому отношению, которое мы задали, для всякого множества X данной совокупности. То есть соотнести всякое множество X в совокупности с некоторым элементом tau от X, так, чтобы иметь возможность доказать утверждение, я его обозначаю тремя звездочками, состоящее в том, что для всяких X и Y, удовлетворяющих B от X, U от X эквивалентна tau от Y, если и только если X эквивалентна Y. Если, говорят авторы, все множества, удовлетворяющие условию B, X, составляют множество U, то для каждого X в U мы можем определить tau от X, как то под множество U, которое состоит из всех элементов Y из U, таких, что Y эквивалентна X. И легко видеть, что в этом случае утверждение 3 звездочки действительно выполняется. Однако в ZF мы в целом не можем быть уверены, что существует множество, содержащие такие Y. По условию нам дана совокупность множеств, но не сказано, что эта совокупность сама является множеством. Поэтому, говорят авторы, мы идем другим путем. Мы определяем тип эквивалентности по вот этому отношению. Тау от X при условии, что нам по-прежнему дано это отношение на совокупности множеств, удовлетворяющих условию B от X. Для элемента этой совокупности X. Мы определяем его так. Оно представляет собой множество всех Y с минимальным рангом, таких, что Y эквивалентна X. То есть тау от X есть множество всех множеств Y, таких, что Y эквивалентна X. И ни для какого множества Z с рангом, меньшим ранга Y, неверно, что Z эквивалентна X. Поскольку, как легко видеть, тау от X входит, либо совпадает с гулианом функции R от ранга X, тау от X всегда представляет собой множество. И отсюда легко доказывается утверждение этой звездочки. Это общее понятие типов эквивалентности по нашему отношению. Как говорят авторы, выгодно еще и потому, что оно обобщает понятие кардинального числа, порядкового типа, типа изоморфизма групп и разные другие подобные понятия, поскольку все эти понятия можно принять за типы, формализующие, соответственно, отношение эквивалентности по равномощности, отношение эквивалентности по подобию порядоченных множеств, по изоморфизму групп и так далее. И тогда утверждение звездочкой две звездочки можно рассматривать как частные случаи утверждения три звездочки. И мы таким образом достигаем большей общности. Например, согласно нашему нынешнему определению, что кардинальность множества х – это множество, состоящее из всех множеств у, имеющих минимальный ранг среди множеств равномощных целей. И авторы говорят, что теория множеств, основанная на аксиомах 1.7, то есть взыв без аксиомов фундирования, нет другого способа использовать понятие кардинальности, кроме как вводя операцию взятия кардинала как новое неопределяемое понятие и вводя утверждение звездочкой как новую аксиому. Здесь идет ссылка на Тарского, я, видимо, так делала, но я не проверяла. И расширяет соответствующим образом условия на аксиомные схемы. Условия на аксиомные схемы будут расширяться потому, что у нас используется на одно понятие «больше», и, соответственно, условия «б» от «x», которые используются в аксиомных схемах, может включать также это понятие. Вот они говорят, что тот факт, что кардинальность «x» невозможно определить в системе аксиом 1.7, следует из того факта, что после введения кардинальности «x» в качестве примитива с указанным расширением аксиом становится возможным доказать новые теоремы, в которых понятие кардинальности не используется. То есть, резюмируя, можно сказать, что принимая аксиому фундирования, мы получаем другой и дающий нам большую общность способ определения понятия кардинальности, понятия порядкового типа и родственных понятий. Но, с другой стороны, если мы готовы вводить все эти понятия в качестве примитивов, то мы можем без аксиомыктировать. Там был еще раздел, касающийся доказательства того, что аксиома фундирования не влечет противоречия при добавлении ее к остальной системе аксиом. Ну, там, собственно, просто приводится доказательство этого, оно довольно длинное, и я его приводить не буду. Вместо этого я рассмотрю в качестве раздела вопрос о том, надо ли вообще ее нам принимать, исходя из всего сказанного. Сами авторы приводят некоторые доводы против того, чтобы принимать аксиомыктирования, в частности, то, что она не является необходимой. Вот они пишут. Каждая из аксиом 1.8 была принята из-за ее существенной роли в развитии теории множества математики в целом. Однако, в случае аксиомыфундирования другой, ее непринятие не разрушает какой-либо из разделов математики. И второй довод против состоит в том, что она не является вполне прозрачной. Авторы говорят, рассуждения, приводящие к концепции вполне фунтированных множеств, используют вполне упорядочение слоев. Но понятие вполне упорядочения, так сказать, несчетных множеств, является далеким от простоты и концептуальной основательности. То есть для счетных вроде бы все в порядке, когда переходят на несчетные множества, это все не настолько интуитивно и не настолько очевидно. Также они приводят и некоторые доводы за то, чтобы принимать аксиомыфундирования. Во-первых, она ничему не мешает. Вот, они пишут, что даже если не соглашаться с тем, что только вполне фундированные множества могут правильно называться множествами, невозможно представить никаких аргументов в пользу сохранения множеств, которые не являются вполне фундированными, отличных от желания большей общности. И далее они говорят, что желание большей общности вполне понятно, но вместе с ним существует и желание большей определенности. А как раз этому желанию аксиомыфундирования вполне соответствует. Ну и вот повторюсь, что она не создает проблем, потому что доказано Геоделем даже более сильные результаты в состоянии и аксиомыфундирования, и аксиомы выбора к аксиомам 1.7 не может сделать систему аксиом противоречивой. Если противоречия и есть, то они есть уже в системе 1.7. И второй, пожалуй, более сильный доказано состоит в том, что она уточняет наше понятие множества. Авторы пишут, можно принять аксиомыфундирование не в качестве предмета веры, но в качестве конвенции для придания более определенного значения слова множества, которое может быть отброшено, если однажды окажется, что она препятствует иначе математическим исследованиям. Вот это как раз желание большей определенности, которое противостоит желанию большей общности, по мнению авторов. Ну и также, вспоминая Булласа, можно сказать, что аксиомыфундирования не только уточняет, но еще и хорошо соответствует тем индустриям, которые мы вкладываем в понятие. А конкретнее тем интуициям, которые непосредственно относятся к тому, как мы представляем себе процесс образования множества. А мы его представляем себе как конструирование, то есть, в конечном счете, аксиомыфундирования является шагом в сторону конструктивистского понимания теории множества. На этом у меня все. Спасибо. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Что ж, спасибо. Это очень сложный в техническом отношении параграфы. Наверное, настолько же непонятный, как параграф, как съем выбор. Ну, лично у меня вопросов особенных нет, в силу того, что все-таки, ну, не знаю, как-то в общем и целом понимание, конечно, складывается после прочтения, но точно так же, как и относительно аксиомы выбора, это понимание какое-то расплывчатое. Ну, вот у меня после прочтения, конечно же, добавилось понимание по сравнению с аксиомой выбора. Я бы сказала, что тему аксиомыфундирования я поняла лучше. Ну, это, наверное, потому что по ней я готовила доклад, а по аксиоме выбора нет. Но, тем не менее, у меня остаются вопросы, связанные вот с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, а именно с теориями, в которых принимается отрицание аксиомыфундирования, мне вполне понятно, во-первых, зачем люди это делают. Как мы уже узнали, таких людей не один человек, а периодически кто-то использует аксиомуфундирования. И даже вот, как сказано в книжке Целищева, утверждается, что аксиома антифундирования, точнее, система с аксиомой антифундирования вместо аксиома фундирования для некоторых задач подходит лучше, чем стандартная система. Мне бы хотелось побольше об этом узнать, но я боюсь, что я недостаточно компетентна, чтобы работы по этой теме усвоить хоть как-то. Если позволите, я задам один вопрос. Во-первых, спасибо, Аня, за очень четкий, прозрачный доклад. У меня возник такой вопрос. Если понятие ординалов является обобщением понятия натуральных чисел, то мы, вероятно, можем считать, что всякое натуральное число есть ординал, но в таком случае возникает вопрос, что каким образом натуральные числа можно сопоставить с кардиналами? Ну, насколько я понимаю, натуральные числа можно сопоставить и с ординалами, и с кардиналами. Просто в этом случае мы вкладываем в них несколько разных смыслов. То есть, когда мы говорим об ординалах, мы говорим об отношении порядка. И в этом случае для нас сами числа, в общем-то, не важны. Важно, в какой последовательности они выстраиваются друг относительно друга. Когда же мы говорим о кардиналах, поскольку понятие кардинала призвано формализовать понятие мощности, то есть, грубо говоря, количество элементов, то для нас является важным само число. Поэтому мы как раз говорим о классах, о классах их эквивалентности, о мощности. но эти классы, для того, чтобы о каждом классе понять, что это за класс, мы его привязываем, опять же, к ординалу, путем нахождения наименьшего ординала, который является равномочным данным множеством, то есть, входит в этот класс. Ну, вероятно, в таком случае понятие кардинала имеет смысл только для трансфинитных чисел, только если мы имеем какие-то бесконечные счетные множества. Потому что для конечных счетных множеств я не вижу смысла использования понятия кардинала. Ну, почему же, ведь в конечных множествах ведь тоже какое-то число элементов. Вот кардинальность, да, и кардинальное число и характеризует это количество. Но тут единственный нюанс, который, мне кажется, очень хорошо проясняет сами понятия кардиналов и ординалов, состоит в том, что для конечных множеств они совпадают, а для бесконечных множеств они могут различаться. Ну, вот конкретный пример возьмем. Если у нас есть некоторое множество, например, натуральных чисел, ну, допустим, там от нуля до пяти, мы можем посчитать, сколько там их штук, у нас будет шесть. Соответственно, вот кардинальность будет равна шести. Ну, шести, это скажем так, когда мы уже перевели с языка теории множество на тот язык арифметики, который мы обычно используем, потому что у нас числами натуральными является, допустим, последовательность фон Неймана. Соответственно, у нас там есть некоторое множество, которое содержит шесть элементов. И вот это вот множество, оно и характеризует кардинальность, то есть оно является кардинальным числом. И в то же время оно является ординалом, потому что всякий нумерал фон Неймана – это ординальное число. Вот. А если мы возьмем какое-нибудь бесконечное множество, например, множество всех натуральных чисел, мы здесь можем заметить следующий нюанс. Кардинальность у множества натуральных чисел – одна. И не можем сказать, чтобы было в одном случае одна кардинальность, а в другом случае другая. А вот когда мы возьмем ординальность, посмотрим на ординальное число всех натуральных чисел, множество всех натуральных чисел, то тогда мы увидим, что в зависимости от того, как мы это множество упорядочим, у нас могут получиться разные ординалы. Ну, то есть, вот если мы берем просто натуральные числа по порядку, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, то у нас ординальность равна омега. Если мы упорядочиваем наше множество натуральных чисел другим образом, например, мы сначала по порядку перечисляем все четные числа, а потом все нечетные числа, то у нас получается, что ординальность будет омега плюс омега. Потому что число четных и число нечетных одинаково, и оно равно числу натуральных. Ну, различный ординал, да. Интересно. Хорошо, спасибо, что... Да, интересно. То есть множество одно, да, в зависимости от того, как мы его упорядочиваем, у нас получается разные ординалы. Вот поэтому ординал характеризует порядок. Но для конечных множеств, там без разницы, как упорядоченных, потому что всегда у нас получается одно и то же. Да. Ординал совпадает с кардиналом, да. Интересно. Спасибо. 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 Спасибо.